Если не возражаете, и к тому же хотелось бы напомнить, что результатом сегодняшней работы у нас должно родиться соглашение взаимодействия между нашими группами. Поэтому вот эти связи, на самом деле схема очень хорошая на наш взгляд. То есть, конечно, часть, и мы это видим точно так же, что часть проблемы другим образом не решится, кроме как через общественные организации. Это важная взаимосвязь, ее нужно обязательно указать. И вот где-то мы у себя и по метке делом, я так понимаю, потому что документ сегодня должен итоговый родиться по всем взаимодействиям. Сейчас предлагаю нашу схему посмотреть и прийти к суждениям еще раз после просмотра. Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Юрий. Я сегодня выступаю в качестве заместителя министра развития энергетики по взаимодействию с общественными организациями. Схему взаимодействия Министерства развития энергетики с общественными организациями, вернее, круг задач, которые мы бы, на наш взгляд, ставим, общественным организациям, собственно, представлена на этой таблице. Первое. Это задача повышения престижа инженерных специальностей и работников инженерно-технических. Эта задача перекликается, как вы уже заметили, наверное, с группой ДОМ. Вторая задача. Организация профессионального диалога между молодыми специалистами и крупными организациями. Например, в рамках различных форумов, таких, как проходит у нас здесь сейчас. Третье. Создание кадрового резерва. Под этой задачей мы понимаем следующее. Мы оцениваем текущую ситуацию. Конечно, есть какой-то кадровый резерв, есть кадровые министерства, организации, которые занимаются подбором кадров определенных. Мы хотели бы, чтобы данная задача решалась глобально в масштабах страны, с организацией мобильности перевода сотрудников при необходимости возникновения новых производств. Например, в рамках, не в рамках, а в каком-нибудь определенном регионе строится новый завод, и владельцы завода, чтобы не задавались задачи поиска новых сотрудников, обратились к общественной организации, которая бы организовывала кадры в резерв и, соответственно, получала необходимые специалисты. Четвертое. Формирование идеологии энергетической эффективности. Это достаточно широкое понятие. Наверное, можно его раскрывать долго. Мы в эту задачу включили, например, работу с населением по поводу повышения их сознательности, для исключения, например, неплатежей. И пятое. Участие инженеров и специалистов технической сферы в законотворчестве. То есть сейчас существует проблема и достаточно серьезные пробелы в том, что законодательство формируется, на наш взгляд, без должного мнения инженерных специальностей, инженерных специалистов. Вот на этом, собственно, все. Вопрос. Левая колонка у нас не заполнена, потому что мы бы хотели получить обратную связь от общественных организаций, чтобы они хотели получить от Министерства развития энергетики, решая задачу развития энергетики. Спасибо, мы подумаем. Я тоже предполагал, что так и будет. Не к вам, к общественным организациям. Как раз-таки тоже запрос. Вот можно у общественных организаций слайд назад? Нет, это… Вот у вас тут нарисована вот эта схема. А у нас не зря же была паутинка нарисована со стрелками в ту и в другую сторону. То есть у нас и в принципе мы здесь сегодня собрались для сотрудничества. И вот это, конечно, хорошо. Мы как раз тут увидели, что вы хотите общественную организацию представить как связь как раз дома с Министерством развития энергетики. Но хотелось бы еще конкретно вот для дома, допустим, мы перечисляли внешне-внутренние факторы развития семьи. И вот хотелось бы, чтобы общественная организация, значит, еще и занялась снижением внешних факторов, влияющих на развитие семьи. Вот такой вот у нас запрос, значит, и стрелочка. Соответственно, раз у нас есть запрос, то как бы обратная связь хотелось бы. Уточнение каких факторов? Внешние факторы мы вчера перечисляли. Это такие, как алкоголизм, влияющий на развитие семьи, наркомания и прочее. Такие примитивные примеры. Хорошо, спасибо. Мы также подумаем. Я записал ваш вопрос. Запрос. А можно вот суждение по поводу вот, собственно, этой схемочки еще одно. Ощущение, что общественная организация стала бы очень сильной, если бы она, например, дому или, точнее, семье или обществу могла бы дать, собственно, проект дома. Проект дома могла бы дать, собственно, собрав все, значит, возможные, дескать, технологии смогла бы дать семье российской, собственно, вот такой проект, собственно, суперэкологичного, супертехнологичного и, например, супердоступного дома. Ну вот, меня очень порадовало, что снова в список своих задач группа общественной организации включила организацию диалога, но как бы хотелось бы, конечно, видеть, как это сказать-то, дальнейшую, может быть, разработку этой темы, хотя я вот вижу и понимаю, что неоткуда ее взяться, потому что по факту, вот по формальным признакам, вы говорите, идет отсылка к Министерству развития энергетики, как к основному центру принятия решений, к основному центру управления, хотя на схеме, значит, схема задана как полицентровая, как многоцентровая, то есть понимается, что если общественная организация организует диалог, то со всеми, так сказать, вот контрагентами, как с Министерством развития, так и с Домом и со всеми, со всеми, со всеми. В чем смысл диалога, да? Чтобы наиболее точно сформировать запрос и наиболее точно понять и организовать решение соответствующих задач, чтобы каждый занимался своим делом и функции и роль общественной организации в этом, они просто неоценимы, то есть если, но что значит организовать диалог? Когда значит понимать, как диалог может быть устроен, понимать, что в диалоге есть много уровней и зачастую непроходимости взаимопонимания, они упираются в невозможность и неумение переключать разные, переключать коммуникацию на разные уровни диалогичности, понимаете? Вот, то есть, а тут как раз и может возникнуть запрос на развитие, почему? Потому что бывают такие задачи, такие ситуации, которые наличными способами установления диалога не решаются, но яркий пример Украина и результат чудовищный, между прочим, понимаете? То есть страшное дело, он как ни был организован заранее и как бы сказать, тут нет кого-то одного виноватого, все виноваты, так сказать, стороны причастные к возможному диалогу, вот, а запрос на организацию диалога специально как бы для этого, потому что один из основных выходов деятельности, скажем, группа наукоразвития и вообще наукоразвития как гипотетического института, это как раз исследование, разработка принципов диалогичности и как бы передача соответствующих знаний, технологий и воспитания, ценности развития и так далее. И вот я смотрю, допустим, от группы общественной организации, запрос на это, он пока не поступил, он пока не сформирован, но может быть сформирован, если ситуация изменится, просто как бы это как-то надо иметь в виду, потому что, ну, вот это обсуждение, оно как бы задрагивает только на личный уровень задач, то есть те задачи, которые сейчас понимаются на том уровне, на каком они есть. Свой доклад представит группа энергетика будущего. В общем, наша группа не ставила своей целью, ну, как бы указать каждой из других групп свое место, да, то есть поэтому мы будем говорить про себя в первую очередь. Начну с ответов на эти три вопроса. Вот, вы видите цифру на экране 25 миллионов. Это то число высокопроизводительных рабочих мест, которые мы хотим дать государству к 2020 году. Ну, именно такой запрос поступил от президента. То есть наше место в образе будущего – это поставщик высокопроизводительных рабочих мест. И, ну, если остальные группы являются поставщиком, ну, таких теоретических измышлений и рассуждений, то наша группа является, ну, поставщиком практических вещей. Пожалуйста, следующий слайд. Второй вопрос. Ну, что мы будем, в общем, делать в будущем и кто нам нужен, собственно? Ну, нам в первую очередь нужны люди с новым менталитетом. Сегодняшняя ситуация в энергетике обладает, ну, такой особенностью, что, в общем-то, в энергетике не все так уж и плохо. И кардинально вот что-то менять там нельзя сказать, что это очевидно, что там кардинально стоит изменить. Потому что, в общем-то, в энергетике она работает, электричество у нас есть и газ есть, и все есть. Поэтому, скорее всего, какого-то резкого прорыва у нас не будет. У нас будет планомерное такое постепенное-постепенное развитие движения. Ну, для чего нам потребуются, собственно, люди, которые будут более вдумчиво, более плавно, так как бы осмысленно подходить к своим вещам, не будут ломать дров, а будут постепенно выводить какие-то маленькие инновации. Ну, как бы шлифовать. Пожалуйста, следующий слайд. И что, собственно, будет этим прорывом, как бы небольшим таким прорывом? Это число, вы видите на экране, 15%. Это число, ну, вероятность того, что человек совершит ошибку. Собственно, чтобы это число уменьшить до ноля, как бы, чтобы оно стремилось к нулю, нам надо людей исключить из нашей энергетики, по факту. Ну, то есть мы предлагаем просто в энергетике отказаться от людей, ну, по максимуму отказаться от людей, скажем так. Постепенно это число, ну, как бы людей в энергетике будет снижаться, 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 и когда-нибудь оно станет примерно нулевым, да. И, соответственно, вероятность каких-то ошибок и осечек точно так же будет снижаться к нулю. Ну, и, собственно, для того, чтобы… Ну, нам разве что нужны будут какие-то более качественные проектировщики, чем сегодня. Ну, чтобы управлять этой системой, конечно, нам понадобятся умные люди, и это, соответственно, конечно, высокопроизводительные рабочие места для них. Ну, для людей, которые обслуживают робот, так скажем. Правильно ли я понимаю, что групповое самоопределение, группа энергетика будущего – это создание высокопроизводительных рабочих мест? Евгений, слайд. С конкретным порогом причем, который вы себе позадите. Да, мы создадим рабочие места высокопроизводительные, но они, на самом деле, постепенно будет их даже число уменьшаться, ну, то есть просто эти люди, они не останутся на обочине жизни, скажем так, потому что в других сферах робототехника тоже пригодится. Вопрос, два вопроса на понимание. Правильно ли я понял, Михаил, что вы хотите в 2020 году создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест в энергетике? Правильно я понял? Да. Правильно ли я понял, что вы после 2020 года будете снижать эти высокопроизводительные рабочие места? Ну, они будут из энергетики уходить в другие отрасли. Задумывались ли вы по поводу менталитета людей, кто этим будет вам помогать заниматься? Забрали микрофон. Обратили микрофон? Тогда еще второй. Тогда еще у меня такой вопрос к тебе, Михаилу Бортникову. Да, да. А первый вопрос услышал, да? Давай я отвечу, раз мне микрофон дали. В общем, люди с новым менталитетом, да. Ну, что там, я забыл. Извини. Ты выделяешь проблему, ваша группа выделяет проблему, люди с новым менталитетом. Кто вам будет помогать решить эту проблему? Да, это, если говорить в категории групп, да, это группа дом, конечно. Потом образование личности, да, само собой. А мы? Ну, ладно, хорошо. Вы тоже, да. А второй вопрос. Свою значимость хочу узнать. Вопрос второй у меня к вашей группе. Вы говорите, что 15% вероятность ошибки людей. И тогда необходимо автоматизировать электроэнергетику, привести к роботам, да? Но эти роботы будут все равно обслуживать человек. И при этом вы хотите еще повышать эти рабочие места. То есть тогда вероятность ошибки-то, наоборот, еще увеличивается, если вы хотите еще повышать рабочие места. Ну, как бы останется вероятность того, что робот будет создан с ошибкой, этого нельзя будет исключить, но всегда можно будет как-то резервировать, да, так это называется. А данные-то все равно будут обрабатывать человек? Ну, нет, нет. И обслуживать роботов тоже будет человек? Ну, скорее всего, какой-нибудь другой еще робот будет его обслуживать. Спасибо. Уважаемые коллеги, просьба, вопросы на понимание сначала задаем с ответами, да, нет. А дальше, просмотрев еще наши предложения, мы придем и к вопросам, и к обсуждениям. Просьба такая. У меня вопрос на понимание как раз. Вот правильно ли я понимаю, что вот этим слайдом про людей с новым менталитетом вы хотели сказать, что требуются люди, как бы готовые к внедрению и желающие к внедрению этих инноваций, желающие как бы вот технологизации, автоматизации энергетики, то есть мыслящих вот как, ну, вот с таким уклоном. Да, вы очень точно уловили. Ага, спасибо. Если просто понимания больше нет, тогда просьба включить презентацию Министерства развития энергетики для показания нашего видения взаимодействия с группой энергетика будущего. Меня зовут Иван, я являюсь заместителем министра развития энергетики и занимаюсь вопросом по перспективному развитию. Данный вопрос, то есть перспектива этого развития, она невозможна без энергетики будущего. И то есть мы будем взаимодействовать с энергетикой будущего. Мы видим, то есть даже не видим, а запрос. Вот это энергетики будущего будет. Развитие инновационных технологий, то есть развитие инновационных технологий, они уже есть, но их надо внедрять, вот как тот же умный дом. Повышение эффективности использования традиционных источников энергии и поиск альтернативных источников энергии. Было сказано в докладе от представителя энергетика будущего, то, что использования традиционных источников, а альтернативных источников не было. Мы просим вас заняться именно вот к этой конкретикой. Это будущее, потому что это ископаемое топливо, и оно все равно кончится. А вы энергетика будущего, не надо смотреть ни на 20 лет, а на потом, потом и еще потом. Запрос с вашей стороны мы ждем. Я правильно понял, что Министерство развития может заинтересовать вот эти 25 миллионов рабочих мест, которые могут сделать энергетика будущего или нет? Если говорить про запрос, может быть, развитие инновационной технологии, вам это нужно? Нужно. Обязательно. Или вам, в общем, более, может быть, нужно 25 миллионов рабочих мест? Мы должны смотреть в будущее, а 25 миллионов рабочих мест, ну, это как-то... Можно комментарии по этому поводу? Разумеется, высокопозрительные рабочие места, это требование, оно и как к технологическому логерству будет, и, конечно же, к энергетике будущего, непременно условие, непременно условие, наша задача вот этим группам, потому что сегодня это, получается, рост у нас идет меньше, чем 1,6, темпы роста меньше, чем 1,6% по высокопозрительным рабочим местам. И в том числе, когда вот тут коллега говорил по малолюдной технологии, так понимаю, полностью исключение там, да, человека, как бы, без каких-то поточных лиц, из потоков каких-то информации, в том числе, наверное, это будет происходить, и не, наверное, будет происходить. Но и у нас, опять-таки, предложения не на рынок труда этих людей, то есть, а будут строиться у нас, и в этой программе будут прописаны и новые заводы, и новые предприятия по уникальным технологиям, и в том числе, те люди будут использоваться, ну, как бы, использоваться, будут работать в тех отраслях уже. А обязательно, вот, то есть, в ПРМ создание программы, это обязательно, но это и к технологическому лидерству в том числе тоже будет относиться. Спасибо. Ну, то есть, я так понимаю, что это вот можно в заглашение внести, да, вот про вот этот пункт. Хорошо, спасибо. Вот можно тоже, да, по поводу запросов Министерства развития энергетики к энергетикам будущего. Может быть, ну, я не знаю, может быть, группа рассматривала, это вопрос тогда все-таки в министерство больше. Роль энергетики в развитии страны, она должна быть локомотивом развития или просто стимулирующей инфраструктурой? То есть, вообще, роль энергетики какая и какой запрос страна дает на энергетику дает, да, то есть, будет она вперед всех вытягивать или как-то будет, ну, просто что-то обеспечивать? Я об этом отвечу, потому что я об этом говорил во вступлении, поэтому еще повторю, что мы определяем развитие энергетики как импульс, как запуск развития не только энергетики, а развития всей страны. Это необходимо, вот на наш взгляд, это необходимые условия развития страны, развития энергетики. Поэтому, конечно, это будет импульс, это будет локомотив. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!